Доброе утро, мои дорогие! С добрым утром! Ну что, новый день начался. Началась работа. Я пока ковыряюсь с зонтом своим. Мася играет, шебуршит. Вот, покажу вам, что я доделала. Такую штучку доделала. Потом соберется побольше. Я на манекене вам покажу. Вот такое украшение сделала. Очень мне понравился цвет этого стекла. И как он на свету переливается. Жалко, что хватило мне только на шесть рядов. К сожалению, нет у меня больше. Это мои золотые. Мне кто-то, девочки, не помню, простите, кто-то присылал девочки мне. Ой, а было бы рядов десять, двенадцать. Было бы прям шикарно. Ну, оно и так хорошо смотрится очень. Ну, вот такое еще сделала. Это без застежки. Оно просто держится на шее. Я уже делала такие. Очень мне нравится. Современно. Лаконично. А смотрится шикарно. И вот такие вот серьги с гроздьями, гроздьями винограда на перламутре. Главное, разбудил меня в пять часов. А сам потом еще выдрыхся. Что ему? Ну, что, ничему тебя жизнь не учит, Максик. Ничему. Ты опять туда как-то залезаешь. Ну, позавчера ты как-то слез. А теперь вот орешь уже полтора часа. Слезай сам. Нет. Один раз я тебя снимала. Хватит. Умеешь залезть, умеешь лезть. А, мяу. Ты каждый день туда залезаешь. Угу. Ну, вот приезжал же вчера. Думаю, надо купить веревочку джутовую. А то мне не хватит. Ну, с тем ты ушла. Она еще, мне кажется, тоньше, чем у меня. Ну, и, конечно, мне не хватило. Пришлось ехать. Купила две бобинки и не знаю, хватит мне или нет на зонтик на этот. Вот. И купила вот такую штуку. На телефон. Не знаю, удобно, неудобно. Ну, ладно, попробую. Вот так и остался на крыше. Сейчас приеду, посмотрю, слезет или нет. А, сегодня вообще никого тут. Сейчас пойду куплю хлебушка и сигарет. Остальное у меня все есть. И поеду домой. Слышите, как орет? Не хочет сам спускаться. Ага. Да, Розочка не хочет распускаться. Холодно ей. Конечно. Рыдает, да. Зовет, чтобы я лезла за ним наверх туда. Что? Ты позавчера сам спустился. Сам. Что, забыл? Мозгов не хватает. Залезть хватает мозгов. Поставила ему лестницу. Положил два кирпича. Думаю, спрыгнет. Не, не. Ой, блин. Иди сюда, иди. Иди сюда. Иди. Иди, мой золотой, иди. Ну, что ты боишься-то? Или сам слезай тогда, как хочешь. Кот. Маська, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда, иди. Иди, дурка. От дурка. О, ну, иди, иди. Иди. Ну, еще хрен схватишь. Тебе не стыдно? Бабушка на такую высоту залезла, а? Не стыдно тебе? Не стыдно тебе, дуракова? А, 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 ага. Еще раз, еще раз полезешь наверх, будешь там жить. Дурилка картонная. Чуть не упала. Слышите, ходит, мурлыкает. М? Бессовестный. Бессовестный. Ну, что вы думаете? Сейчас захожу домой, а он опять ломится на улицу. Ничему жизнь не учит. Вот он на улице провел в общей сложности 4 часа. Нагулялся. Вы видите, что творится? Я перестала этот зонтик обматывать. Устала ужасно, болит спина. Потому что стоишь, нагнувшись, вот это. Целый день я сегодня угробила практически на этот зонт. И вот он валяется, он терся об меня, терся. Потом ел. Потом спал на кровати. Потом что-то поскакал, поскакал 5 минут и завалился опять. Вот сколько я за день сделала, и сколько мне ещё предстоит. Ещё много. А я, мои дорогие, всё-таки хочу сделать бусы в стиле Боха, вот с этими совушками. Хочу сделать длинные бусы. Будет там всё. Ой, что-то прям тахикардия моя разыгралась. Да с Сашкой поговорила, она переживает, что нет просмотров, что не подписываются на инстаграм на мой. Я говорю, Саша, ты думаешь, я не переживаю? Или мне прям вот очень нравится задаром вот так работать, как я работаю с утра до ночи. И каждый день видео выкладывать, и чтобы что-то выложить, надо что-то сделать. Я говорю, ты думаешь, мне хорошо и очень весело? Люди зарабатывают на Ютубе. А я только трачу силы, нервы и деньги. Ну, сколько раз просила, что подпишитесь на инстаграм. Ну, совсем плохо всё. Ну, ладно. Съела таблетку. Ну, в общем, короче говоря, что-то уже не помню, что говорила. Вот сделаю бусы. Будет много разной фурнитуры, как положено. В Бохо, в длинных бусах будут и камушки, и стекло. В общем, всякого многого будет. Посмотрим, что из этого получится. Мои дорогие, подписывайтесь на инстаграм. Ну, делаю, делаю украшения. Их же практически не покупает же никто. Редко. Может быть, хоть в инстаграме, вот... Хоть, может быть, там, ну... Ну, не прожить на пенсию-то. На такую. А у детей клянчить я не могу. Мне это вот прям... Знаете, как говорят, как серпом по яйцам. Ладно. Ладно, вас это мало волнует, я понимаю. В общем, короче говоря, начну делать. Десять градусов, да? А холодно так вот сыро, промозгло. Ой, этот кот! Я говорю, я только себе говорю, боже мой, дай силы не применять силу. Кошмар какой-то. Всё, видите, ржавенькие мои уже. Все поникли холодно по ночам. Ну, что делать? Декабрь. Листья вот убирала-убирала. Бесполезно. Видите, их ещё сколько? Их ещё много. Так что не буду сейчас убирать. Это всё... Вот пусть всё опадут. И тогда я их соберу. А так это только время тратить и силы. Ну, какой мордатый товарищ. Вот я тут пять лет живу. И он пять лет тут обитает. Вот такое серьёзное животное. И никуда не пропадает, а. Ну, что, мои золотые? Вышло, думаю, пойду закат сниму. Пока не стемнело. А ну, вон чего. Не хотят нонче закат показывать. Вот это вот привезли уже неделю-две назад. Так и лежит. Витя приезжал тут, смеётся. Говорит, давай я тебе тут, ну, вот это вот засыплю. Вот так вот. Деньги тратятся налогоплательщиков. Ну что, нет заката сегодня. Ой, а я, девочки мои, я сегодня целый день с шести утра пытаюсь реанимировать зонтик этот пляжный, который у меня во дворе был там, на столе. Как же долго! Это просто. Это, наверное, как ковёр ткать. Так долго. И очень неудобно. Он большой, раскрытый. Над ним вот это, наклонясь постоянно, болит спина. Вот посижу, посижу. Опять. И сегодня я вряд ли его доделаю. Очень долго. Ну а что, нашла себе работу. Я умею это. Ну ладно, мои золотые. Давайте тогда прощаться до завтра. Пожалуйста, не болейте. Он мне Танюшу Конного написала. Выходит она из этого ковида. Слабость. Слабость, говорит, такая. Ну, слава богу, хоть всё обошлось. Ничего, пройдёт. Слабость. Вот всё, говорят, надо больше двигаться. Не лежать, а двигаться. Может, гулять надо. Ну, пусть там, где нет людей, хотя это уже... Он там заразный-то первые два дня. Вот когда у человека прям симптомы появились, температура там, прочее. Два дня он заразный, а потом уже незаразный человек. Так что, Танюш, выздоравливай. А все остальные, пожалуйста, не болейте. Хотя вот хрен знает, как от этого уберечься. Не знаю, как нас заражают, потому что, разговаривала с женщиной, она вообще никуда не выходила. Никуда. Сын, она живёт отдельно, сын ей привозил продукты, ставил перед дверью, звонил и уходил. Она забирала продукты, причём, говорит, я такая ненормальная, я мыла всё из магазина. Вот молоко, коробки эти там, хлеб по упаковке, всё мыла. И заболела. И болела страшно. В больнице лежала, и, в общем, там... Вот, хотя ей 50 лет только всего. Девчонка, можно сказать. Ну, вот как она могла заразиться? Я всё-таки подозреваю, что... Что как-то нас заражают. Потому что многие говорят, что даже не понимают, где они могли заразиться. Ну, не знаю. Напишите, может, кто не согласен. Может, у кого-то просто больше фактов каких-то, каких-то сведений. Это же вот ещё будет долго продолжаться, это дело-то. Надо же как-то поберечься-то. Знать бы как. О, так что, лапочки мои, давайте. Пойду я с этим за ртом. У меня ещё бутылка шампанского недоделанная. Ну, я, наверное, уже завтра с утра. Давайте, не болейте. Не расстраивайтесь. Старайтесь поменьше обращать внимание на всё. Ой, да я сама такая, ага. Легко говорить. А сама, блин, что-нибудь читаю или смотрю и римом сижу. Ой. Но всё равно вы постарайтесь, ладно? Мне правда хочется, чтобы всё хорошо было у нас у всех. Давайте, мои зайки, пусть хороший вечер будет, спокойной ночи вам, здоровья всем, прям вот крепчайшего. Ну и пока-пока, мои золотые. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok